Здравствуйте дорогие друзья! Я рад вас видеть на себя в гостях на канале Чувство Знания Виталия Рафеева. Потому что сегодня я продолжаю тему разговаривать о счастье. И сегодня будет важный эпизод, который мне бы хотелось показать вам, как разделить счастье правильно. Потому что эта тема для каждого из нас очень важна, так как эти замечательные эпитеты, которые мы всегда говорим, я хочу с вами поделиться своим счастьем, я хочу сделать тебя счастливой. Или наоборот говорят, ты сделал меня счастливой, или ты меня счастливила. Имеет большой глубокий смысл, но к ним надо относиться очень с большим вниманием и уважением. Итак, сегодня мне бы хотелось начать с чего? С первого такого утверждения, обязательного, что мы обращаем внимание на счастье. Сегодня я буду говорить о том, как разделяется счастье, как правильно разделяется счастье, и почему происходит разделение счастья. Казалось бы, да, в той схемке, которую я вам рисовал, и в этот раз я опять ее буду рисовать, но будет немного другая интерпретация, да, вы ее увидите. Я рисовал вот такую плоскость, какую виртуальную, да, и рисовал вот эту точку. То есть, эту плоскость я называю плоскость одномерного мира, в котором мы все замечательно существуем. И в этом одномерном мире мы так или иначе находим взаимопонимание, взаимные компромиссы, чтобы здесь находить свое место под солнцем. И, как я вам показывал в предыдущем видео, когда движение мужчины и покой женщины создают достижение цели благодаря этой точке, точке фокусировки счастья в настоящем моменте. То есть, когда мы сохраняем эту точку в повседневном состоянии, бережем ее всячески и ей уделяем внимание, то она нам помогает достичь тех или иных целей в будущем времени, как мы называем, да. То есть, и я бы обратил ваше внимание на то, что эта точка соединяется благодаря любви, как ни странно, да, и, как бы, это достаточно тривиальное состояние, которое мы не очень, не очень, как бы, к нему относимся. Приходящее-уходящее состояние мы называем любви, да. Почему оно приходящее и уходящее, да. Сейчас я вам покажу. Как я вам показывал, в этом пространстве, вот в этом, называется, временное пространство мира, находится женщина, да. Я смотрю, нарисуем так вот. Женщина здесь находится в этом временном пространстве. А мужчина двигается вот сюда. И я вам рисовал там стрелу, вот такую стрелу. Но стрелу, она или поздно вылетает же, да. Вылетает. И в результате чего, в результате чего, женщина перемещается в одномерный мир, в котором она замечательно строит свой, ну, скажем, шалаш или дом, да, теми или иными способами, да. Строится дом, в котором женщина сохраняет совместное счастье. А мужчина благополучно движется к какой-то цели, да. К какой-то цели. И в этом замечательном состоянии счастья, женщина пребывает, конечно, очень трудно ей, потому что она уже одна осталась. И она начинает беспокоиться. Беспокоиться. Так вот, это состояние беспокойства, оно нормальное, конечно, состояние. Но здесь нам важно увидеть эту точку в масштабе, хотелось бы увидеть, да. Сейчас она очень маленькая, и мы не видим, что там происходит. И я сейчас вам нарисую вот эту точку в каком-то таком, вот, в каком-то пространстве, таком, более... Вот, видите, вот эта точка имеет такое, как бы, дырка от бублика, я бы так и сказал, да, или дырка в сыре, как мы ее называем, да. Вот эта точка счастья, она пустая внутри. Вот, пустая внутри. И женщина обнаруживает пустоту в себе. Состояние счастья, как бы уходящее у нее. И она начинает беспокоиться, куда исчезает счастье. Куда еще мужчина уходит, и счастье куда-то девается вместе с ним. Состояние счастья повседневно такого, да. И это состояние счастья чем замещается? Чем замещается у женщины? Она замещается потоком эмоционального качества разных, потоком состояния разных эмоциональных. И здесь очень важно. Мужчина, когда находится здесь, он также начинает себя чувствовать не совсем уверенно. Он не обнаруживает состояние полной уверенности, веры в то, что счастье сохраняется здесь. Здесь, в этом домике, да. Почему мужчина такой неуверенный вдруг. Почему? Потому что стрела вылетела. Он уже полетел. Здесь образовалась пустота. И говорит, а где счастье-то? Куда она счастье девается-то? Куда надевается счастье? Вроде бы все мы правильно сделали. Мы исследовали правилам определенным. Сохраняли счастье, пытались все сделать грамотно. Молодцы. Но так или иначе, мы остановимся перед фактом, что мы, этого состояния счастья, оно утерялось у нас. Мы говорим, мы его потеряли счастье. Начинаем беспокойно его искать. Начинаем испытывать даже чувство страха, неуверенности в принятии тех или иных решений. Когда у нас эта пустота образуется. И соответственно, если чувство страха образуется, мы обращаемся к чему? Обращаемся к чему я вам показывал в других видеороликах по теме сотворения человека. Я вам показывал, что в этом состоянии мы обращаемся к уму и сознанию человека. Соответственно, нам приходится начинать работать, начинать служить уму и сознанию в этих ипостасях. В результате чего? В результате чего? Этой работы и служения мужчина здесь начинает работать. у него образуется вот такая, как бы сказать, еще одна дырка от бублика большая, которую мы называем осознание законов. О-сознание. О-сознание. А женщина в результате вот этого тоже опасения, что пустота какая-то образовалась у нее, потерялось чувство счастья, чувство какой-то любви, сопричастности и тому подобное, она также начинает служить, я вам объяснял в той теме, я сейчас не буду ее касаться, она начинает служить, такую красненькую нарисуемую, она такая не совсем дырка, конечно, она такая более плотненькая, ее называют самосознание. Самосознание помогает женщине опять стабилизироваться, найти свое более ощущение такое беспокойство, уйти, начинается состояние покоя, то есть опять вернуться в состояние надежды, надежды, что у мужчины там все будет нормально, и он вернется вовремя к ней, и все будет у них тип-топ, да. А у мужчины в результате осознания законов в пространстве, в котором он находится, появляется чувство уверенности, чувство веры, и одновременно появляется чувство свободы от женщины, а у женщины образуется чувство независимости, эмоциональной такой независимости от мужчины. и в результате чего они начинают испытывать состояние перманентного счастья, такого собственного счастья, вот здесь и вот здесь, понимаете. И вот это состояние веры, состояние надежды дает им результат, что они говорят друг другу, я счастлив без тебя, или я счастлив без тебя, да. Почему это все образуется? Почему это все происходит? Где же причина, в чем кроется? А причина кроется в любви. Вот эта буковка, это буковка «Любовь». Любовь. Видите? Любовь вот здесь находится, да. Эта любовь создала этот замечательный домик. Этот замечательный домик создала любовь. И смотрите, что получается. Через эту точку, вот когда мы проводим вот так, и соединяем вот это состояние осознания женщины, в пространстве, во временном пространстве, которого она опасалась, не находясь там без мужчины, получив осознание. Вот видите, вот эта точка такая. Вот здесь. Вот эта точка дает нам связь и отношения между прошлым и будущим, мужчиной и женщиной. И они-то друг от друга все равно продолжают зависеть, продолжают зависеть, потому что их соединяет любовь по-прежнему. Они как бы чувствуют ощущение счастья друг от друга, независимо и свободно, но в то же время они понимают, что они любят друг друга на расстоянии, в большом расстоянии и значительно в большом времени. И дальше я вам что покажу? Что я вам покажу? Это точка любовь-то, как вот это состояние-то у нас образуется. И сейчас мы вам нарисуем, на что это будет похоже. Смотрите, у меня другого фалмастера больше нет, я уже так начеркал здесь. Смотрите, что это будет. Вот, сейчас кружочек вот так вам нарисуем, пожирнее, чтобы вы увидели. И вот так кружочек нарисуем. И вот так вот палочку нарисуем. Вот пожирнее нарисую, чтобы вы увидели это. Вот эти образовались у нас ножницы. Ножницы любви, веры и надежды, которые весьма распространены в англосаксонской культуре. И они там показывают единство и борьбу противоположностей, веры и надежды, которые соединяются любовью. Но в то же время, любовь их соединяет, и любовь их может раздвинуть очень легко. Видите? То есть, когда у женщины образуется самосознание, вот это пространство начинает расти вот здесь, и тогда ножницы раздвигаются, и мужчина вот здесь создает осознание законов пространства, чтобы быть уверенным и он здесь уверен, я уверен. А я здесь не надеюсь на кого-то, я надеюсь только на себя. Надежда, я надеюсь на себя и надеюсь, говорит женщина вот здесь. Таким образом, в этом замечательных ножницах мы видим возможность их объединения, их единства. То есть, благодаря любви. То есть, они же разошлись, здесь они писали, вот допустим здесь вера, скажем так, вектор веры. Здесь вектор надежды. Надежда, да. Вектор надежды. Здесь любовь соединяет их. Любовь с этой точки, она трансформируется. Видите? Вот эти направления появляются, когда любовь трансформируется. То есть, она дает мужчине, мужчине дает чувство, такой большой, большой букет чувств. Чувств для того, чтобы он с помощью этих чувств мог уверенно себя чувствовать в пространстве времени. Для мужчины это важно. Множество чувств у мужчины. И мужчина себя уверенно чувствует в пространстве. А вместе с тем, женщина получает такой большой букет состояний эмоциональных. Здесь много эмоций. Здесь много эмоций. Здесь много чувств. Здесь много эмоций. Это важно увидеть. И в результате того, что любовь трансформировалась в состояние веры и надежды для мужчины, уверенности придала ему, а женщина надежда на саму себя, а женщина вот в этом эмоциональном самосознании начинает правильно жить. Правильно добиться состояния покоя, чтобы внутри себя почувствовать состояние. счастья, беспокойство уходит. Состояние счастья образуется. Покой, счастье, благополучие. И здесь у мужчин то же самое происходит. И здесь, на этой картинке бы мне еще хотелось что-нибудь нарисовать важное. Вот когда эти два состояния образуются, вот сюда, понимаете, вот эти... начинается поток идти понимаете, вот такой поток вот в эти... вот сюда эмоциональное состояние, эмоциональное состояние уже мира, пространство мира. У женщины эмоциональное состояние пространства мира она ощущает. Понимаете, вот эти все эмоции. почему она уже надеется о себя, потому что она уже знает себя в пространстве мира. Вот здесь, временное пространство, она уже не боится этого пространства, что она вытолкнет ее, замкнет ее, предает ее чем-то, что ей будет тяжело жить в этом пространстве мира. она получает эмоции из пространства мира. Сюда прямо поток идет, потому что здесь состояние покоя, потому что здесь самосознание образовалось, соблюдение правил добродетелей всяких, подобное. А здесь множество чувств идет Мужчина чувствует пространство времени и начинает предвидеть пространство. Он может писать теории, теоремы о материальном пространстве времени и здесь о духовном пространстве. Это очень важно, потому что сюда они соединяются и здесь образуется самый материальный и духовный мир в этой точке настоящего момента в части и мир становится счастливым в этом домике, где живет женщина и мужчина, куда мужчина возвращается и мир, который они создали, сотворили вместе, становится счастливым семья, дети, благополучие, успех, решение тех или иных задач. Очень это все просто делается, понимаете? Если это, мы соблюдаем какое правило? Правило разделения счастья с помощью любви, то есть мы обращаемся за помощью к любви. Мы поднимаем ручки, поднимаем ручки и просим любовь помочь нам разделить это счастье, дать мужчине множество чувств, чувств, а женщине множество эмоций. Дать мужчине уверенность в будущем пространстве, а женщине надежду на саму себя в временном пространстве. На самом деле все очень просто устроено. Соблюдайте правила разделения счастья. Счастьем нам можно поделиться. И если вы не чувствуете, не ощущаете в состоянии повседневного счастья, это не значит, что вы несчастливы. Это не значит, что вы несчастливы. Это значит, что счастье переместилось в пространство времени, счастье переместилось во временное пространство мира. Женское гнездо или мужское пространство, где находится он Сюда перемещается счастье Как чувство, чувство пространства И как эмоциональное состояние мира для женщин В этом моменте очень важно, чтобы понять Что элементы счастья притягиваются к вам Когда вы находитесь вот здесь, вот здесь Эти элементы двигаются сюда и сюда Из пространства А тут из времени двигаются к вам И здесь вы создаете единое состояние материального духовного мира Мира вашего дома Мира вашего какого-то общества, сообщества и тому подобное Если вы обращаете внимание на счастье, на любовь, на веру И обращаете внимание на состояние надежды Сегодня был достаточно пафосный ролик В общем, я желаю вам внимательно обращать внимание На существование тех ножниц Которые делят это счастье не всегда пополам Но тем не менее, оно делится Вы можете сделать своего близкого человека счастливым И он, близкий человек, вам может ответить взаимным Ответить вам таким животным счастья взаимным Поэтому я вам желаю взаимности Я благодарю вас за внимание Желаю вам всего доброго Рад был, что вы присутствовали сегодня со мной Помогли мне вот это рассказать вам Потому что если бы вас не было, конечно, я бы ничего этого не говорил До новых встреч Подписывайтесь, ставьте лайки Потому что мне это приятно, ваше внимание И очень важно для меня, чтобы я был полезен вам А вы будете полезны, соответственно, мне Поэтому будьте счастливы, пока Субтитры сделал DimaTorzok